Кое-кто может выпасть за борт Кого-то могут не довезти На пляжах реально тонет нормальное количество людей каждый год Квартиры в Созополе стоят столько же, сколько квартиры, например, в островной Венеции Мы жадные тетки, поэтому деньги считаем Здравствуйте, я Наталья Дуброва Привет, а я Татьяна Комарова В этом видео мы вам покажем самый дорогой, но и самый красивый, наверное, город Болгарии И, ребята, я открою вам тайну Это самый любимый город Тани, Болгарии Да, я его обожаю Но, к сожалению, в этом году мне туда попасть не удалось Наташа поехала в Болгарию этим летом без меня Я снимала апартаменты и жила в Несебре Милые чаечки гадят нам сюда Но вначале, когда шел небольшой дождик, даже не поняли, что это сыпется Это не сыпется Это чайчики И, естественно, я не могла не поехать в Созополь Ну и хотелось, конечно, красивенько это все Хотелось... Ну, а что значит красивенько в моем понимании? Ну, увидеть город с воды, это совершенно не то, что путешествовать по городу на суше Поэтому мне хотелось, естественно, поехать в Созополь вот именно на кораблике А для того, чтобы поехать в Созополь на кораблике, нужно было доехать еще до старого Несебра Раннее утро и старый такой вот Несебр, утро, пустой, очень красиво Может рыбаки сидят, не знаю Кафе закрыто, но они сидят и галдят Куча рыбаков каких-то, которые готовятся выйти в море Ну, в общем, очень романтичная атмосфера Сейчас я буду покупать билетики Если вы расплачиваетесь картой, то у вас еще будет 3% такса Билет на кораблик Старый Несебр и Созополь стоит 27 лев Ну, если вы поделите это на два, то вы получите цену в евро Нет туристов еще Вот этот вот большой кораблик Когда вы покупаете билет, спрашивают ваше имя Потому что это список пассажиров Да? Да А это всегда так было или это сейчас в связи с обедением? Всегда так было, да? Всегда Спасибо вам! А когда посадка на него? Посадка будет через полчаса Через полчаса? Ага, спасибо Мы находимся Несебр здесь Здесь Бургас А мы едем вот сюда Вот еще есть островок Святой Иван, Святой Петр У меня на открытий палубе нельзя подъехать на подводных крыльях Нет, выходит на открытую палубу, смотри Кораблик несся, ребята Я на таких корабликах еще не ездила никогда, если честно Но я получила огромное удовольствие Ну и на самом деле это был достаточно такой Ну и экстремальная такая поездка И я даже потом поняла, почему составляют список пассажиров Потому что кое-кто может выпасть за борт Кого-то могут не довезти Наташенька там же еще с камерой бегала, да? Тебе даже замечание делали, что девушка Успокойтесь Да, Таня мне про девушку полистела, ладно Меня просили не поворачиваться Бабушка говорила Нет, бабушка тоже не говорила Меня просили не поворачиваться просто перилом спиной И в обязательном порядке нужно было держаться за перила Потому что ветер И вот там вот была одна немка, которая пыталась фотографировать Стоя ни за что не держась Упала Поднимала ее, спасала Ничего не сломала, все в порядке? Нет, ничего не сломала Потом она сидела на лавочке и больше не поднималась Мы с Таней неоднократно ездили на разных корабликах И вот в Греции у нас даже есть фотографии Мы фотографировали друг друга на палубе Но такой скорости там не было Ну ты поймала адреналин, да? Я поймала адреналин И в принципе невозможно было сделать какие-то фотографии Не упав при этом, не выпав за борт Ну в общем, Наташа, не настоящий ты журналист Так тебе было бы, наверное, наплевать Лишь бы сделать классные фотографии Умеет Пограничные корабли стоят Честно сказать, я в полном восторге Я уже немножко поуспокоилась Вначале у меня прямо сердце замирало Ну я же любитель таких морских покатушек Ну и на подводных крыльях я ездила не раз Но мне показалась огромная скорость Огромная скорость корабль качает Причем сильно качает Если ты находишься на открытом месте Стоят спасатели И они очень деликатно, с улыбкой Очень вежливо, но очень настойчиво Не разрешают поворачиваться перилом спиной Держаться только за перила Они секут ситуацию Вверху стоит один, внизу стоит другой Если кто-то ходит по лестницам Если маленькие дети Ну то есть это все действительно реально Вот такое, знаете, типа селфи На фоне типа моря Ну вот это вот немножко проблема оказалась Нет, внутри, если вы будете ехать Внутри там будет инсайд Ну в смысле в салоне Там будет это все по просе А на открытой палубе, конечно, немножечко экстрим Но дух захватывает И честно сказать, вот такое вот Немножко как аттракцион Вот для меня Я прям в восторге Ну я же много ездила на самом деле И на Санторини, и в Скрита ездила И в Соренто ездила Ну много В каждое путешествие практически я стараюсь покататься на кораблике Но вот такого дикого восторга я давно не помню, если честно Почему-то все эти вот эти вот скоростные катамараны На подводных крыльях почему-то они называются кошки Потому что из Роклеона На Санторини тоже ходит Все его называют кошка И здесь тоже Сейкет Ван Тоже кошка Морская кошка один Почему так, не знаю Кто знает, напишите Не знаю Вообще Сузополь не похожа на Сабра Здесь рельеф Здесь горы Ребята, на самом деле Сузополь Достаточно дорогое место Потому что когда я выбирала жилье Был вариант Но больше хотелось в Сузополь А потом я увидела Что квартира в Сузополе Стоит столько же Сколько квартира Например, в островной Венеции Вот такие вот цены Это считается более фешенебельное место Хотя, вы знаете Нам говорили в Несебре Что Сузополь то же самое, что Несебр Нет, мне кажется, что он все-таки отличается У него немножечко другое лицо Другая атмосфера Такое сейчас сомнительное развлечение По картам Google Девочки смотрели только что в телефон Вот это вот волосит чемодан Ну что ж, такая штука В Сузополе сели выпить бокал вина Ну стоит 6.50 Я даю, допустим, 10 Мне приносят сдачу 3 Ну, знаете, нет На самом деле я все знаю И про чай, и то, что принято И то, что хорошие манеры Это все супер замечательно Одно дело, ты сам даешь на чай А другое дело, тебе не додали сдачи И тебя обсчитали Ну вы же знаете, что мы жадные тетки Поэтому деньги считаем Вот так вот, ребята А теперь жду ваших комментариев Какие мы жадные, не европейские И все остальное Шучу Да, ребята, обязательно пишите комментарии Ну там, не знаю, жлобы мы или не жлобы Потому что в следующем видео Мы вам обязательно покажем еще очень дешевую Болгарию Знаете, вот самый дорогой город Болгарии Так вот в следующем видео Вы будете в шоке, насколько дешевая Самая дешевая Болгария Вот если можно так сказать Пардон за тавтологию Поэтому смотрите, обязательно подписывайтесь Ставьте лайки Подписывайтесь, подписывайтесь И мы смешные девочки Совершенно милая церковь Я в Созополе уже второй раз Мы были с Таней в Созополе Нам очень понравился этот городок Поэтому сюда захотелось вернуться Мы с Наташей были в Болгарии В 2012 году тоже вот ездили в Созополь Конечно, тогда был Созополь намного оживленнее Раньше в Созополе было очень много карет с лошадками Просто вот тоже такую неповторимую атмосферу придавали городу Сейчас не видно Не видно Я с трудом нашла одну карету Уже под вечер Вы знаете, я даже когда приехала Я даже не узнала эту площадь Потому что она была вся такая нарядная За счет этих карет, кареты, кареты, кареты В этом году вот как-то пусто, пусто, пусто В общем, только горы, море и красота Смотри, какое чудное место вообще Смотри Смотри Смотри, прикол Смотри Смотри Это такие романтичные места Вот посмотришь, когда у твоих ног плещется море Конечно, в Старом Несебре такого нет Потому что, ну там дорога Там, ну как бы море не у тебя под ногами получается Ну ты сидишь возле моря Ну не на горе и не как бы не на скале Здесь невысокие, но все-таки какие-то вот скалы В общем, места удивительно красивые Даже немножко Позитано напоминает, да? Да, Позитано там просто немножечко другая архитектура И горы выше А на самом деле вот очень похожий такой, скажем так Принцип размещения городков Ну может быть такая вот пустынность еще Потому что Болгария для туристов открылась недавно И Сазопин все-таки достаточно дорогой город Он вообще город для такого какого-то созерцания Для любования морем Да, вот как-то такого-то неспешного сидения Там, не знаю, размышления и медитации И вы знаете, мы же вначале, когда мы собирались Когда мы еще планировали с Таней поехать вместе Я там смотрела цены на квартиры Ну честно говоря, ребята, я пришла в шок Ну вот в цифрах, чтобы это не голословно Знаете, типа дорого-дорого Сколько это дорого? Ну на самом деле нормальная квартира Так, чтобы, знаете, к морю не нужно было ехать Ну это 60 евро в сутки В общем А то в принципе 80, 100 Ну то есть вы понимаете Для Болгарии, да и для Европы Это дорого Это очень дорого В принципе, да Для арендованной квартиры Это достаточно высокая цена Ну и может быть с этим связано Что вот Созополь Потому что старый Несебра гораздо оживленнее И новый Несебра, где я жила Гораздо оживленнее, чем Созополь А вот в этом сезоне 2020 года так Ну во-первых, немногие туристы вообще поехали отдыхать Вообще поехали отдыхать Субтитры подогнал «Симон» Здрасте Мне здесь нравится Я здесь бы посидела Кусочек от этого инжирного дерева Вот свалился только что На наших глазах Мы такое укромное местечко нашли Прячемся здесь В тени инжира большого Прохлада, прохлада такая Вообще Тут так хорошо Какой там кондиционер Ну не знаю, насколько комфортно жить в Созополе В том смысле, что Истане в прошлый раз мы приезжали несколько лет назад Тоже был ветер Тоже были волны Но при этом обалденный, конечно, пейзаж Обалденно выглядит город Но с другой стороны Если вас интересует пляжный отдых То, наверное, Созополь Это надо посмотреть На пляж Все-таки я бы советовала Несебра, конечно Вот эти два ресторанчика на пляже в Созополе Они не открылись после карантина Крамтор, который чистит пляж Красивый пляж Тоже такой пустынный пляж Очень красиво Море чистое Но все-таки это для Созополь Не место для любителей поплавать Скажем так То есть, если вы любите просто там Загорать и резвиться в волнах Там возле берега То это хорошо А так, в принципе, этот пляж Еще достаточно опасен Когда мы еще были с Таней Вы знаете, я все время попадаю На каких-то спасателей Которые меня ужасно отчитывают Ну, ужасно так строго Знаете, как школьницу, которая прогуляла урок Потому что я поплыла А там есть одни буйки и вторые буйки Ну, я сделала вид, что я первые не заметила И думаю, до вторых буйков Ну, какая разница, в принципе Я услышала свисток Вышла на берег И, ну, как бы меня подозвал спасатель И очень строго мне говорил Что здесь обратное течение Ну, в том смысле, знаете, как иногда называют это воронка И что людей затягивает в море Потом я узнала Оказывается, что в Болгарии на пляжах Реально тонет нормальное количество людей каждый год И спасателя в случае Если на его, допустим, территории, на его участке Которую он охраняет Вот оно у человека Его на два года отстраняют от работы Потому что такое есть И именно вот в Созополе Море вот такое вот опасное Потому что там вот именно посередине пляжа Там находится вот это вот место Где очень часто наблюдают обратное течение То есть, если вы пловец То в Созополе вам не нужно Или вдоль берега Вдоль берега Я потом плавала вдоль берега Ну, вообще, в принципе, заплывать далеко в море Это опасно Есть там воронка Нет там воронки А Наташенька любила Раньше Сейчас уже разлюбила Таня меня потом по телевходу вычитала И она мне говорит Ну, в принципе, вообще не нужно плавать в открытое море А мне так нравилось, что ты плывешь Впереди тебя море И только море И ты, ты себя рыбой представляешь Может плохо закончится Субтитры сделал DimaTorzok Мне кажется, поняла Почему Созополь такой дорогой Потому что это, знаете, как остров Капли в Италии Это типа сидеть и любоваться морем Но если купаться Это скорее Несебр А если любоваться Если за красотой То я думаю, это Созополь Вот такие машинки у нас здесь стоят Припаркованные Там кисель лежит Цены на прокат машин Вот смотрите 18 евро в день Но Чем на больший период На большее количество дней Вы берете машину Тем дешевле она у вас может быть Но я так думаю Что это 18 евро Это механика Ну, думаю, что можно найти дешевле Потому что Созополь В принципе, дороже, чем Несебр Такая штучка Нарисовай сам Не хочу нарисовать сама Растение я нашло Ой, мамочки, оно колется? Оно колется Это ягодки какие-то Оно колючее Археологический музей Созополя Пром Святого Кирилла и Мефудия Вот это вот у нас этнографический музей Созополя Так, зайдем в дворик Посмотрим, что здесь К сожалению, мы не голодны Но мы решили посмотреть Что здесь есть И это почем В домашнем больнице Два, пятьдесят Ну, два, пятьдесят Это кусочек, я так понимаю А с инжировой лепейки Девять с копеек Инжир? Фига Это все инжир А что вам больше нравится? Все Да ну, здрасте Не, ну я хочу купить все-то одно Ой, страшная птица Называется попугай-баран Здесь можно ходить вообще? Ну, не съест, нет? Такой страшный О, господи боже Все что-то пересчистит Ага Они страшные вообще А я его боюсь, но я его боюсь Замперю какое-то такое ужасное платье И сфотографирую себе на память Задвизит лево Я сам купил на Музабах Так что обратно ты решила на кораблик уже не тратиться Пошлобилась опять Пошлобилась Да, обратно мы ехали автобусом И обратно прямого автобуса нет до Нового Несебра Мы ехали через Бургас Аурелия Аурелия, район Аурелия Мы знаем, что 33-й автобус ходит туда Только оттуда? На север, на север, на север Да Там Там Я работаю в Буте Там Хорошо Теперь надо пнуть Бутный Дрепный 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 Знаете, в чем особенность? Не только автобусов в Болгарии Но также и корабликов Весь транспорт у них отходит на несколько минут раньше Поэтому, ребята, имейте в виду Если вы решаете за 2 минуты прибежать к автобусу Автобус может уехать без вас Абсолютно Болгарские автобусы настолько пунктуальны, что они уезжают на 2 минуты раньше Вот так А вот интересно, кто досмотрел это видео до конца? Поставьте, пожалуйста, плюсики в комментариях Нам просто интересно, кто досматривает наши видео до конца? Это очень интересно, ребята Смотрите наши видео Если еще досматриваете до конца, вы вообще молодцы В общем, спасибо вам за это большое Да, мы вас любим Мы вас любим Подписывайтесь, ставьте лайки И до новых волнующих встреч И ярких вам путешествий Пока Пока Пока